МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуаторов Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. Тольяттинец чуть не лишился своего автомобиля из-за того, что не платил алименты. В первое отделение приставов автозаводского района на исполнение поступило дело мужчины, который уклонялся от уплаты алиментам своему несовершеннолетнему ребенку. Должник длительное время выплачивал алименты не в полном объеме. В итоге у него накопился немалый долг – 400 тысяч рублей. Приставами были предприняты необходимые меры. Выяснилось, что у должника есть автомобиль «Шевроле-Нива». Его и арестовали. Был составлен акт описи. Спустя некоторое время должник оплатил имеющийся долг и исполнительный сбор в размере 500 тысяч рублей. Уснул с сигаретой, а в итоге пожар. Сотрудники МЧС отработали вызов по адресу Дзержинского, 19. Здесь, в одной из комнат коммунальной квартиры, произошло возгорание. Причиной пожара стала непотушенная сигарета. В больницу был доставлен мужчина, 81 года рождения. Он получил отравление продуктами горения. Осторожно, тонкий лед. В интернете появилась запись, на которой автомобиль частично ушел под лед. Автор видео рассказал, что он отправился на рыбалку, где с ним и случилось такое происшествие. Машину в итоге вытащили. Люди в ЧП не пострадали. Стоит напомнить, что весной, с наступлением дневной плюсовой температуры, выходить на лед, а тем более передвигаться там на автомобиле, становится очень опасно. Берегите себя и своих близких. Полицейские задержали мужчину, который был исполнителем мошеннической схемы под названием «Ваш родственник попал в ДТП». В начале марта текущего года в дежурную часть полиции по Комсомольскому району обратилась 87-летняя Тольятенко, которая передала незнакомцу по требованию якобы сотрудника правоохранительных органов 900 тысяч рублей. Пожилой женщине сообщили по телефону, что ее дочь стала виновницей аварии. Ориентировку на розыск с фотороботом и описанием преступника направили во все отделы полиции. Изучив полученную информацию о подозреваемом, сыщики установили, что к хищению денежных средств причастен 30-летний житель города Жигулевск. Полицейские определили его местоположение и впоследствии задержали его. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». Расследование дела продолжается. В Тольятти продолжаются масштабные проверки на дорогах. До конца марта запланировано 5 профилактических рейдов. 26 марта пройдет рейд по контролю за осуществлением пассажирских перевозок. 27 марта на пешеходных переходах. 28 марта будет рейд по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями такси. Также 28 марта рейд по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения. И 29 марта будет рейд по выявлению нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения. Редактор субтитров А.Семкин